привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и сегодня я решил продолжить тему потоков энергии передачи энергии вектора умного поинтинга и хотя уже на эту тему мы сняли с алексеем несколько роликов но под снятыми роликами появились такие вопросы которые очень хотелось осветить чем я сегодня и займусь и первый вопрос привлекший наше внимание был таким вот представьте себе что вы находитесь все в той же тайной комнате из одного из предыдущих роликов и у вас через эту комнату проходит вал по которому передается энергия где-то с одной стороны за стенкой находится генератор а с другой стороны за другой стенкой находится потребитель и вам предлагается определить глядя на этот вал с какой стороны и в какую сторону передается энергия и и чтобы понять в какую сторону передается энергия нам надо посмотреть не только на то в какую сторону вращается вал но и как он при этом деформирован потому что если вы передаете по валу энергию это значит вы прикладываете к нему некоторый момент сил и этот момент сил закручивает вал ну вот таким образом что если я начал вращать то у меня вал закручивается как вот это пролоновая трубка в руках ну и давайте порисуем как у нас поток энергии связан с тем как перекручивается вал здесь изображены потребители источник связанные валом пока неподвижным и представьте себе что на этом валу мы нарисовали вот такой прямоугольник ну или даже можете представить что мы такой приклеили тензодатчик и вот мы привели вал во вращение он стал вращаться источником по валу передается энергия и при этом прямоугольник сдеформируется вал закрутиться так что та сторона прямоугольника которая ближе к источнику она уйдет вперед по вращению а та которая ближе к потребителю отстанет и прямоугольник станет вот таким параллелограммом если мы вращение направим вала в другую сторону энергия будет передаваться в ту же сторону от источника к потребителю но деформация прямоугольника в параллелограмм изменится на противоположную всегда сторона прямоугольника близкая к источнику уходит вперед по вращению а если вы поменяем местами источник и потребитель ну понятная энергия будет передаваться в другую сторону вращение оставил тем же самым а деформация поменялась соответствии с тем же принципом сторона прямоугольника близкая к источнику уходит вперед и прямоугольник превращается в параллелограмм и таким образом мы справились с очередной задачей про тайную комнату кстати по-английски в гарри поттере это тайная комната называется чем был секрец камера секретов вот мы разные секреты с вами раскрываем и кстати для тех кому трудно представить себе как эта энергия течет по валу или энергия течет по магнитопроводу или линии электропередач очень полезно представлять себе не стационарный процесс передачи энергии а момент включения вот у нас если бывал был очень длинным мы начали крутить его на одной стороне на стороне двигателя а сторона потребителя еще не пришла бы в движение у нас по валу побежала бы волна упругости и только когда волна добежала бы до другого конца началось вращение на этом другом конце и вот эту волну можно представлять себе каждый раз у нас фактически вал сначала вовлекается в движение по нему течет энергия заполняет его эта часть вращается а это еще нет потом сказать вал в этом смысле наполняется энергией весь и уже эта энергия начинает передаваться дальше потребителю вот это вот момент включения и что происходит я бы сказал что это полезно рассматривать вообще в очень очень и очень многих физических задачах потому что мы привыкли к стационарным картинкам но чтобы понять эту стационарную картинку иногда полезно представить себе каким образом происходило ее установление а теперь я перехожу ко второму вопросу и этот второй вопрос был сформулирован так вот тут у меня на столе стоит тележка в нее вот в этом месте встроен неодимовый магнит а еще и подгружу с венчаткой чтобы она была не такой прыткой беру второй неодимовый магнит ну и такой опыт лучше делать на отталкивание чем на притяжение подношу магнит сзади к тележке и вот таким образом не касаясь ее передвигаю ее по столу и тот из наших подписчиков кто эти вопросы задавал он просил во первых сделать объяснение того как передается энергия с одной стороны в лабораторной системе то есть там где стол покоится а тележка едет а с другой стороны в системе отсчета тележки там где тележка покоится все остальное едет обратную сторону мимо нее и я этим сейчас займусь и насколько я понимаю как бы трудность вопроса состоит в следующем когда мы говорим о векторе умово пойнтинга там у нас должны появляться магнитное поле и электрическое поле скрещенные и тогда направление передачи энергии перпендикулярно как тому так и другому полю здесь магнитное поле у нас конечно есть оно создается магнитом но где же здесь электрическое поле кажется что его нет вы можете в этот момент задуматься остановить ролик чуть-чуть подумать а потом продолжить то что я буду рассказывать а дело в том что электрического поля нет вокруг неподвижного магнита а в окрестностях подвижного магнита она очень даже есть о чем свидетельствует следующий простой опыт вот здесь у меня взята катушка на 3200 витков и к ее выводам присоединен светодиод и когда я подношу быстро магнит катушки светодиод вспыхивает на мгновение совершенно в соответствии с законом электромагнитной индукции фарадея давайте рассмотрим два магнита один толкающий а другой толкаемый вот в такой простой конфигурации они стоят одноименными полисами навстречу друг другу сиреневыми стрелками показано силовые линии магнитного поля зелеными стрелками направление их движения ну и теперь выделим вот такой контур поток магнитного поля через этот контур в данный момент времени равен нулю но недавно когда толкаемый магнит был ближе к этому контуру поток был направлен против движения в будущем когда толкающий момент станет ближе к этому контуру поток будет направлен по движению стало быть хотя поток сейчас равен нулю но производные его не равна нулю и поэтому в этом контуре наводится в данный момент времени ds индукции вот я показал направление электрического поля ну а теперь по правилу векторное произведение мы найдем на этом контуре направление вектора понтинга она перпендикулярно как электрическому тамок и магнитному полю и направлена от толкающего магнита к толкаемому здесь еще надо добавить существенный комментарий что если тележка движется с постоянной скоростью в этом опыте то моя рука и магнит совершают работу против силы трения в колесах а если бы силы трения в колесах не было то тележка могла бы двигаться с постоянной скоростью просто по инерции а поднесенный к ней магнит заставлял бы ее набирать скорость теперь же мы рассмотрим ситуацию номер два когда наблюдение ведется в системе отсчета тележки тележка покоится магнит который мы держим тоже покоится давайте вот так покажу и моя рука сейчас в этой системе отчета совершает работу не может потому что тележка неподвижно работа это произведение силы но сила то тут наличествует на перемещение с другой стороны при этом под тележкой у нас движется земля и в этой системе отчета энергия на то чтобы вращать колеса и преодолевать силу трения берется из другого источника а именно из земли а не из руки с магнитом но смотрите вроде бы при этом работу то в конце конечном счете совершаю я за счет моей энергии и хотя этот вопрос у нас тоже задавался но стоит его задать еще раз а каким это образом как бы энергию все равно трачу я а работу совершает земля ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на ю тубе